Известно ли вам, что между высоким уровнем интеллекта и шизофрении существует взаимосвязь? В свое время этим недугом страдали Ньютон, Врубель, Ван Гог, Шуман. А сегодня на планете 24 миллиона людей живут с этим диагнозом. О психическом здоровье в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Сегодня в программе «Звоните доктору прием психиатра» и на звонки в скорую телевизионную помощь сегодня отвечает Михаил Шейфер, главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы, главный специалист Минздрава Самарской области по психиатрии, кандидат медицинских наук. Добрый вечер. 202-11-22, хорошо знакомый вам номер. Не убирайте телефон далеко от себя. Михаил Соломонович недавно отмечался Всемирный день психического здоровья. Я обратила внимание, что в этот день многие в соцсетях писали что-то вроде «праздника поздравить некого», в том смысле, что вокруг все они вполне адекватны. Что с психическим здоровьем региона-то? Ну, могу сказать, что психическое здоровье региона не хуже, чем было раньше. Дело в том, что у нас на учете у психиатров состоит приблизительно 50 с небольшим тысяч жителей Самарской области. Это всего-навсего 2% населения Самарской области. Из них большая часть – это те люди, которые приходят просто посоветоваться психиатрам. Посоветоваться в связи с тем, что у них плохой сон, плохое настроение, несколько сниженная память. Ну, а остальная часть, меньшая часть – это те, кто наблюдается постоянно и обычно наблюдается не реже одного раза в месяц и получает лечение. Наши цифры в этом плане, они, в общем-то, отличаются в лучшую сторону от многих других территорий. Поэтому я думаю, что с психическим здоровьем жителей Самарской области не так плохо. Кроме того, я должен отметить, что количество пациентов, находящихся в стационаре, значительно уменьшилось за последние годы. Это общая российская тенденция. Она связана с разными причинами. С одной стороны, законом о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при оказании. С другой стороны, изменившимися формами медикаментозного лечения, появления препаратов продленного действия. А также достаточно активным амбулаторным наблюдением большей части пациентов. Я помню, во времена, когда в больнице было больше двух тысяч пациентов. Сейчас у нас на каждый день не больше тысячи, а тысяча сто пациентов ежедневно. Это с учетом филиалов в Новакуевске и Чапаевске. Вот честно, просто удивили. Я думала, вы скажете совершенно обратную информацию, что все плохо с психическим нашим здоровьем. Вы понимаете, есть статистика, и статистика говорит именно об этом. Другое дело, что я в какой-то степени могу пойти вам навстречу, что многие люди не обращаются к психиатру, не обращаются официально к психиатру, переживая свои психические проблемы, душевные проблемы, без помощи. И таким образом они не попадают в статистику. И таким образом они могут не попасть в статистику. И они предпочитают пойти к психологу, к негрологу, к психиатру, в конце концов, но в крайнем случае. Михаил Соломонович, я хочу вначале все-таки вернуться к теме пандемии, которая сегодня владеет умами, наверное, каждого из нас, и которая влияет очень сильно на жизнь каждого из нас. И вот то, что коронавирусная инфекция создает угрозу не только жизни, но и психике, это уже сейчас и ученые подтверждают, и медики подтверждают. И есть информация о том, что вирус обладает нейротоксичностью. И вот заболевшие испытывают состояния, которые приравнивают практически от тревожно-депрессивных до действительно бреда и галлюцинации. Ну, я могу сказать, что, к сожалению, или к счастью, опыта большого в этом плане у нас нет. То есть как повлияет эта инфекция на психическое состояние, я имею в виду отдаленные последствия, надо еще будет посмотреть. Что касается беспокойства, ну, конечно, в обществе очень сильно беспокойство. И общество беспокоится, потому что мы с таким явлением, с такой пандемией никогда не сталкивались. И мы видим, что те люди, которые изначально обнаружили тревожность, повышенную тревожность, неуверенность некоторую, то наличие инфекции декомпенсирует их в значительной степени. У них появляется, актуализируется та симптоматика, которая, с одной стороны, присутствовала в таком неразвернутом виде, а наличие инфекции и опасения, они, конечно, усугубляют психическое состояние. Я думаю, что в значительной степени страх, который существует в обществе, он как раз и действует больше даже, чем инфекция. Потому что чувство страха и беспокойства, оно как раз и может быть стимулировать плохой исход. Вот известна такая совершенно старая истина о том, что в армии наступающей раны же заживают быстрее, чем в отступающей. Когда люди подвержены тревогу, страху, беспокойству, то, конечно, их самочувствие от этого не улучшается. В том числе и соматические инфекционные заболевания. Какой интересный факт про армию. На днях врач больницы Бехтерева заявила, что у переболевших тяжелой формой коронавируса может развиваться посттравматический стресс, схожий с тем, который, например, пережил человек, побывавший в зоне боевых действий. То есть стресс после коронавируса приравнивается к стрессу боевому. И вы сказали, что пока еще такого опыта не было, но вполне возможно, что теперь у вас прибавится цель. Мы можем предполагать, но постстрессовое расстройство – это особое расстройство. И что мы видим сейчас после перенесенной этой инфекции, мы видим выраженную астению, слабость, утомляемость, трудности переключения. То есть этот астенический синдром известен. Что сказать о постстрессовом расстройстве? Здесь же коллега говорил предположительно, может быть. Поэтому постстрессовое расстройство, они, как правило, возникают не сразу после стресса, понимаете, а некоторое время спустя после стресса. Это вот вьетнамский синдром, чеченский синдром, если хотите. Поэтому я бы не стал такой уверенностью. Мы можем предполагать. И сейчас много скорее предположений, чем, так сказать, реальности. Потому что эта инфекция еще, так сказать, недостаточно изучена. Недостаточно изучены ее дальнейшие последствия. И те данные, которые мы получаем, они все, значит, предварительный характер. Поэтому, что называется по живым видео. Но то, что астения – одна из сопутствующих составляющих тяжелой инфекции, это совершенно точно. Хотя я должен сказать, что некоторые формы протекают вообще бессимптомно, как вы знаете. И такой вариант возможен. И тоже не очень понятно, почему у одних так, у других по-другому. Почему одни заражаются, другие нет. Много вопросов, на которые ученые, я думаю, ответят со временем. И мы будем больше понимать, больше знать и больше уметь профилактировать. Это достаточно серьезное заболевание. Но постбоевые стрессы, я думаю, вы уже лечили неоднократно. Конечно. Но это и состояние мы сталкиваемся. И здесь мы опыт имеем. И здесь нет больших сложностей ни в диагностике, ни в лечении. Будут ли они вследствие этой инфекции? Я сказать не могу. Не знаю. Предполагать можно все, что угодно. Михаил Соломонович, но если все-таки считать, что правые медики, которые заявляют, что у людей с депрессией течение ковида протекает гораздо тяжелее, в связи с этим, может быть, начать нам уже принимать какие-то антидепрессанты заранее, чтобы вот этот страх погасить. Ну, антидепрессанты – это препараты, которые действуют на депрессию. А вы говорите больше о тревоге. Поэтому, если уж говорить о тревожности, то противотревожные препараты, их довольно много, их можно принимать. Но, опять-таки, я бы не стал там, все принимаете противотревожные препараты. Нет, это слишком, так сказать, непрофессионально. Наверное, все-таки рекомендацию должен дать врач конкретному пациенту при конкретном состоянии. Что касается антидепрессантов, я бы, так сказать, постерегся, потому что, во-первых, нужно диагностировать депрессию, а депрессия бывает многолика. Начиная от соматических проявлений, а отчая от тяжелых таких, так называемых, ажитированных депрессий или депрессивно-бредовых расстройств. И здесь, конечно же, набор препаратов будет совершенно различен. Поэтому, прежде чем что-нибудь принимать, все-таки, обратитесь к врачу и послушайте эту рекомендацию. Потому что так просто себя лечить я бы не стал. Это программа «Звоните доктору». Сегодня на наши вопросы отвечает главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Михаил Шейфер. Телефон 202-11-22. К нам в студию можно позвонить. 70%, если не ошибаюсь, пациентов вашей больницы – это больные с шизофренией. До чистой степени. Около этого. На бытовом уровне мы ведь часто вот так в жизни говорим – «Ой, он шизофреник». И мы это говорим про человека, который, на наш взгляд, ведет себя как-то неадекватно. А что такое на самом деле шизофрения? Ну, шизофрения – вообще это не одно заболевание, это группа заболеваний. Это группа заболеваний, которые имеют сходные проявления, разные типы течения, разные сходы. Есть шизофренические приступы, которые возникают один-два раза в жизни. Это так называемая приступообразная форма. И при этом, так сказать, человек остается, фактически, здоровым, сохраняет трудопособность. Есть формы тяжелые, непрорывно текущие, при которых наши терапевтические возможности ограничены, можем добиться некой стабилизации на фоне постоянного медикаментозного лечения. Поэтому эти формы есть. Формы, так раньше вы заваляли такую детскую шизофрению, сейчас говорят, так сказать, о детских формах аутизма. Вот, близкие, но не идентичные вещи. То есть это группа заболеваний. При этом, мы должны сказать, что они совершенно могут быть разные в плане течения и исхода этого заболевания. Как от тяжелого исхода, или, так сказать, деменция проекта, как слабоумие шизофренического, либо полное устью выздоровления. Поэтому, опять-таки, говорить вообще, как будет протекать шизофрения, тоже, на мой взгляд, не очень правильно. Надо знать конкретного пациента, конкретное проявление болезни, течение. И тогда мы можем в той или иной степени прогнозировать исход этого заболевания. Михаил Соломонович, что может стать причиной психического расстройства? Это непременно заложенные где-то в организме нашим гены? Я, кстати, слышала, что их аж больше ста генов, которые могут вызвать такое расстройство. Или это что-то, какое-то воздействие извне? Ну, причиной психических расстройств может быть много факторов. Ну, конечно, генетический фактор при таких заболеваниях, как и что, время чрезвычайно значим. Что касается других факторов, это могут быть интоксикации. Ну, вот возникает там известная белая горячка. Что это? Интоксикационный психоз, постойте. Вот. Или, так сказать, болезнь Альцгеймера. Что здесь? Здесь атрофический процесс. А вот. Там состояние асфиксии может вызвать? Может. Поэтому причин достаточно много. Вот. И какая из них вызовет то или иное расстройство, опять-таки, должен определять специалист. Вот. И течение этого болезни, и диагноз этого болезни, ну, и, соответственно, лечение этого состояния. Поэтому причин для стресса, вот мы говорим, стрессовые, там, навротические расстройства, могут вызывать психологические стрессы, психические стрессы, состояние напряжения. Вот. То, что в какой-либо степени провоцирует, дает напряжение, вот, психической деятельности человека. Недавно, как раз приуроченный к Дню психического здоровья, в Москве прошла очень интересная встреча. И я сейчас предлагаю посмотреть небольшой фрагмент из нее для того, чтобы продолжить разговор. Когда человек замечает у себя такую симптоматику, конечно, очень сложно, приходит он к мысли о том, что это психическое заболевание, стандартный путь любого такого пациента, это сначала, так сказать, какая-то ситуационная терапия, значит, поехать отдохнуть, алкоголь, народные средства, что-то в телевизоре кто-то посоветовал и так далее. Кто-то, экстрасенсы, знахари, довольно часто обращаются к религии, но в отличие от истинно-религиозных людей, не находят облегчения в этом. Не помогает. Дальше пациент начинает думать, что, видимо, со мной что-то такое серьезное, соматическое, загадочное, и идут к терапевтам, неврологам. Это свои круги обследования, да, это свои стандарты обследования, на это тоже уходит довольно много времени, пока, наконец, специалисты говорят, что у вас нет каких-то явных заболеваний, в основном какие-то функциональные, функциональные расстройства и так далее. При этом начинают замечать у пациента психические уже расстройства, отправляют к неврологам, невролог там тоже проведет свое обследование, скажешь, ну вот все-таки вам надо бы к психотерапевту сходить. И то после этого, ну, скажем так, после рекомендации уже прошедших разных специалистов и получивших рекомендацию пойти к психиатру, к психотерапевту, в нашей стране есть такая статистика, доходит 5, максимум 7%. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Муж умер, 6 месяц. Я не могу плачу и плачу. А по базову пью, пока пью вроде ничего. Прекращай опять. Алло, не знаю, что пить. Ну, давать вам рекомендацию пейте вот это или пейте вот то, я бы не стал. Потому что на это состояние возникло после серьезной психологической травмы и требует диагностики, лечения и подбора терапии. То, что вы испытываете облегчение после приема терапии, говорит о относительно благоприятном прогнозе этого состояния. Я думаю, что наряду с медикаментозной терапией, я думаю, необходимо и психологическое тестирование, и психотерапия. Но это можно сделать, обратившись в одно из наших амбулаторных отделений, которое находится там на Рцебушевской, Дашкентской. Пожалуйста, обращайтесь, я думаю, что мы вам поможем. Конечно, потеря близкого человека – это очень-очень тяжело. Так вот, я хотела спросить, почему человек проходит все возможные этапы, прежде чем обратиться к психиатру? Ведь это возможно от того, что он просто не понимает своего состояния. Есть какие-то видимые симптомы? Ну, понимаете, прийти к психиатру – это поступок, особенно у нас. Дело в том, что сложился стереотип, такая стигма психического расстройства, обращение к психиатру является для общества компрометирующим фактором, стигматизирующим фактором. Поэтому люди стараются избегать обращения к психиатру. Чтобы прийти к врачу, нужно же почувствовать эту необходимость. Вот чем характеризуются тяжелые психические расстройства? Они характеризуются отсутствием критики. И человек не может оценить себя и свое психическое состояние, и он не приходит к врачу, считая, что у него все хорошо. Другой вариант – это когда человек понимает, что что-то не так, но ему мешает прийти к чувству стыда, чувствуя быть, так сказать, признанным психически больным. Это уже другая история. Но при этом человек, рефлексирующий, оценивающий себя так или иначе, он может прийти к необходимости посоветоваться. Посоветоваться, получить просто консультацию, которая, в общем-то, ни к чему не обязывает, и для себя решить, что ему нужно. Многие люди ходят к психотерапевту годами, считают, что это важная такая психотерапевтическая поддержка. Многие люди не приходят никогда и живут со своей ношей, со своими страданиями, со своей душевной болью тоже годами. Поэтому, на мой взгляд, человек цивилизованный, он должен все-таки найти в себе силы, понять, что ему нужна помощь, и повратиться за этой помощью, и он ее может получить. Вообще ведь в отношении шизофрении существует очень много мифов, и вы правильно говорите, что пойти к психиатру – это подвиг определенный, да? И по поводу мифов, вот, например, есть мнение в обществе, такое достаточно устоявшееся, что психиатр залечит пациента до состояния овощи. Ну да, это расхожее мнение. Ну, я думаю, что здесь все, так сказать, поставлено с ног на голову. Почему? Дело в том, что многие психические расстройства, они, особенно вот тяжелая форма шизофрении, они приводят к тяжелому изменению личности в виде эмоционального скуднения, отсутствия воли, и то, что, так сказать, в народе говорится, он стал как овощ, то есть ему ничего не нужно. И люди это оценивают, что это вот психиатры. Да, на препараты списывают, конечно. Да, это психиатры, вот они такие-сякие довели вот человека. Ну, есть такая точка зрения, и с ней очень сложно, так сказать, бороться. Это, ну, мировоззрение, понимаете? Поэтому путают следствие причину, причина болезни, следствие той, те изменения, которые мы часто видим. Медикаментозно мы добиваемся хорошего результата, но некоторые вещи, некоторые изменения личности, они сохраняются на протяжении всей жизни и не будут никак изменены следствием медикаментозной терапии, потому что они являются проявлением стабильного дефекта в следствии психического расстройства. Послушаем еще один звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Меня зовут Ольга. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то варианты, как можно человека, ну, я, в частности, про мужского рассказываю, поместить на обследование в психиатрическую клинику, если он этого не хочет? Что он в последнее время проявляет очень много какой-то агрессии, причем, ну, она на пустом листе возникает, и даже как бы не под воздействием алкоголя там или еще чего-то. И я понимаю, что нужна помощь, но при этом он не хочет идти ни к каким врачам, и считать, что он не болен. А нам всем родственникам на окружении ближайшему очевидны, что есть проблемы. Вот как силком заставить человека пройти обследование, возможно ли это вообще сделать? Вот, кстати, очень интересный вопрос. Ну, дело в том, что вот недобровольность обследования регламентируется законом о психиатрической помощи, гарантиях прав граждан при его оказании. Вот такое название. Вот, как правило, значительная часть пациентов поступает в психиатрический стационар добровольно. То есть они дают информированные согласия, подписывают документы, потому что они согласны на пребывание в психиатрической больнице. И таких пациентов большинство. В тех случаях, когда пациент не дает согласия, у него имеется психическое расстройство, то в этом случае, будучи госпитализированным, факт недобровольной госпитализации рассматривается судом с участием прокурора и адвоката. И в том случае, когда нет оснований для недобровольности, пациент подлежит немедленной выписке. Когда такие основания есть, суд выносит постановление о недобровольной госпитализации. И тогда пациент находится в стационаре, что называется, по закону, на основании судебного решения. Как уговорить? Очень тяжелый вопрос. И я должен сказать, что не всегда люди склонны слушать своих близких людей. Мы как-то не всегда в авторитете, так скажем. Поэтому, если уж уговаривать, то называется всем миром. И привлекать друзей, знакомых, других людей, которые пользуются авторитетом вашего супруга, для того, чтобы хотя бы... Вот вы сразу так сурово поместитесь в клинику. Он может просто посоветоваться, просто посоветоваться, просто проконсультировать у врача. Потому что госпитализация сама в себе принудительна, она может сильно испортить отношения в семье. Поэтому я бы, так сказать, начал с консультаций. Ну, это как раз вот к вопросу о том, что в народе называется упечь в психушку. Кто в состоянии это сделать? Судя по тому, что вы сказали, не так просто, да? Упечь не получится, точно говорю, совершенно. Давайте сейчас посмотрим небольшой дайджест на медицинскую тему. Что произошло у нас в регионе за то время, пока мы не виделись, то есть в течение этой недели. В областной ассоциации фармацевтов просят самарцев не запасаться лекарствами впрок. Технические вопросы маркировки препаратов решены, дефицита в аптеках не будет. В клиниках медуниверситета провели уникальную операцию на аорте. 16-летнему пациенту установили эндопротез через маленький разрез на бедре. Самарские ученые нашли способ быстро диагностировать рак с помощью капли крови. Анализ проводят в считанные минуты, тогда как на лабораторные требуются часы. Граждане 65+, имеющие хронические заболевания, переходят на дистанционную работу, за исключением тех, кто занят в непрерывном цикле. Школьные каникулы продлевают до 8 ноября, после чего ученики старших классов временно перейдут на дистанционное обучение. 202-11-22 – это телефон нашей студии. Сегодня мы говорим о психическом здоровье. И на вопросы отвечает главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Михаил Шефер. Михаил Соломонович, я хочу еще немножко продолжить разговор о мифах вокруг шизофрении. И вот к вопросу о том, что человек не желает обратиться к психиатру, добавляется еще и боязнь того, что его поставят на учет, он не сможет в будущем ездить за границу, устраиваться куда-то на работу и так далее. Ну, конечно, всех пугает этот учет. Но есть разные формы учета. Тяжелые формы психических расстройств, как вы понимаете, имеют определенные ограничения. Поэтому вот этот учет тяжелых форм течения психических расстройств делает чрезвычайно важное. И это ограждает общество от того, чтобы эти люди, больные, тяжело больные, либо, так сказать, были ограничены в выполнении определенных функций, либо, так сказать, имели инвалидность и получали определенную социальную помощь. Другое дело, что люди, которые консультируются у врача, понимаете, здесь, ну, это же совсем другое. Ведь есть определенные перечни ограничений, которые, так сказать, существуют при разных специальностях. Ну, например, у невропатологов есть там, наличие эпилепсии не даст возможность человеку работать на высоте. Вот, или с электрическими приборами. То же самое, те же самые ограничения, похожие ограничения имеются при наличии психических расстройств. Поэтому сам факт, что называется постановки на учет-то, на учет свидетельствует лишь о том, что пациент обратился, человек обратился, и был заведен документ. Это карточка. Но когда вы приходите к терапевту, к неврологу, он тоже делает запись в карточке. Сейчас это электронная форма будет повсеместно принято. Это фактически свидетельство о том, что врач сделал определенную работу с определенным пациентом. Да, но если у тебя гипертоническая болезнь, это не то же самое, что у тебя шизофрения по поводу записи. Ну, если шизофрения, то я еще раз скажу, что форма шизофрении совершенно разная. Вот, и не все формы могут повлечь ограничения. Я думаю, что больной шизофрении может служить в армии, не сможет служить в полиции. Возможно ограничение свождения автотранспорта. Понимаете? То есть определенный, не может выполнять определенную работу. Он, например, врачом не сможет работать. Понимаете? Поэтому я думаю, что здесь все разумно. Михаил Соломович, по поводу последнего вашего предложения, позвольте себе еще тогда один миф. Говорят, что среди психиатров очень много психически нездоровых людей. Ну да, такая тема есть, конечно. Я помню, у нас был такой профессор Златоверов, невролог старой школы. Он говорил, психиатры с психинкой, невропатологи с нервинкой. Ну, вы понимаете, когда мы смотрим, так сказать, на психиатра, мы всегда стараемся увидеть некие особенности, которые присущи людям не совсем здоровым. Вот. И психиатр, он довольно странные вопросы задает. Да, да. Он спрашивает, а что это вы слышите, когда никого нет? Вот это само в себе вызывает некоторую странность. Я могу сказать, что, конечно же, были случаи, когда среди больных врачей, психиатров, на моем, так сказать, профессиональном пути встречались люди с психическими расстройствами. Да, бывало, так сказать, это были тяжелые формы. Вот. Ну, что сделаешь? Вот. Я думаю, что среди других специальностей, и медицинских, и немедицинских, мы тоже можем найти такие примеры. Но статистики у психиатра болеют чаще, чем остальные другие люди. Я думаю, у меня нет. А, так сказать, мировоззрение, оно существует, такие представления в обществе. Скажите, а то, что люди чуждаются психических больных, побаиваются их, чем это вызвано? Они чем-то для нас опасны. Ну, страх. А то, что психиатрические клиники огорожены, как правило, заборами туда невозможно? Ну, это, во-первых, страх, который существует у них. Ведь раньше, так сказать, считалось, что это люди одержимы дьяволом, и они, так сказать, подлежат уничтожению. И мы имеем, к сожалению, печальный опыт инквизиции и фашизма, когда люди с психическими расстройствами просто уничтожались. Уничтожались, поскольку считалось, что они неполноценные, что они не люди, и на них проводились опыты. Это до сих пор позор Германии в связи с этими обстоятельствами. Почему люди боятся? Ну, потому что они непонятны, они другие, они прогнозируемые. Вот так думает, так сказать, среднестатистический обыватель, в хорошем смысле слова, обыватель. Поэтому, ну, еще известны примеры, когда душевно больные люди совершали маломотивированные противоправные действия. Это тоже вызывает страх. Любое такое событие, вот смотрите, какое бы страшное действие ни произошло, преступление, в первую очередь говорят, что, скорее всего, это психически больной совершил. Да. Вот я вчера видел про Кущевку фильм. Ну, там психически больных не было, а преступление страшное. Вот. Поэтому тот страх, который бытует в обществе, связанный как с историей совершения душевно больными серьезных общественно опасных действий, так и непонятность для окружающих. Ну, вообще-то лечится? Лечится, лечится, лечится. И даже неплохо лечится. Вот. Каждый год появляются новые препараты, новые формы лечения, новые формы препаратов. Есть препараты, которые можно делать там раз в две недели, раз в месяц, вот. Некоторые раз в четыре месяца. И человек будет находиться в состоянии стабилизации. Поэтому стабильности, вот, стабильности психического состояния. Поэтому вот фармакотерапия, она не останавливается. Ну, многих вещей, мы не научились вылечивать тяжелые формы шизофории, но мы научились помогать. Михаил Соломонович, бесконечная тема, которую мы сегодня с вами затронули. Я вот еще 10 листов вопросов вам подготовила. Хочу, пользуясь служебным положением, передать вам телефон женщины, который нам звонил перед эфиром, видимо, пытается пообщаться с кем-то в клинике, хочет именно с вами. Спасибо же за то, что пришли к нам в студию. Мы прощаемся с нашими зрителями и увидимся ровно через неделю. До свидания. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова